Лучшие и худшие новинки обновления La Royale с дефсервера. Сейчас кратенько обо всем вам расскажу. Записываю прям в ночь, чтобы с утреца вам было что посмотреть, так что не расстраивайте стримера и ставьте лайки. БТР-80А за СССР какой-то ну совсем неоднозначный. Боевый рейтинг 5.7, привет второй мировой. А ленты совсем уж импотентные. Никого кроме зениток и хелкатов не убить-то толком. Не знаю как вы, а я на Тигре или Пантере это чудо из будущего видеть в боях не хочу. Да и на БТРе хотелось повоевать с танками, а не чисто ледкой и точками заниматься. Решение тут одно, дать подкалиберную ленту на 82 пробоя, а сам БТР отправить на 7.7, где ему самое место. Объект 435 со 115 мм. По геймплею он будет повторять Т-62. Чудо не ждите, такой себе среднячок с не самой лучшей пушкой. Но все же я бы сказал, что он немного да лучше 62 за счет того, что у него есть зенитный КПВТ против ледки и картона. Внешка у него стильная, а так на этом все. Тайп 87 РСВ прототип. Опять колесник из будущего и снова боевой рейтинг 5.7, что там курит улитка. Пушка танки пробивать нормально не будет, а сама машинка имеет феноменальную для такого ранга скорость и сможет просто фармить точки, а потом вылетать на авиации. На мой взгляд слишком токсично такие быстрые современные машины закидывать ко второй мировой. Дайте ему ленту пожестче и отправляйте выше. А это что за Франкенштейн? Корпус от Шермана, башня от Першинга. М4Т-26, а боевой рейтинг 6.0. Танково брал в себя все худшее от Шермана. Картонный корпус, но при этом все лучшее от М26 тоже взял, а именно крепкую башню с мощной пушкой. Каморники будут пробивать и ваншотать. Жаль только раскачка как-то вот не очень. Вопрос к БР у меня, вот почему он лучше того же топового М36 с БРа 5.7 например. Как-то вот непорядок. Но даже если все останется на своих местах, головастик и грабелин. Новый именной топовый американский пакетный Абрамс с именем Лодка. Ничем кроме визуала от обычного Абрамса не отличается. Быстрый, иногда живучий, скорострельный, но картонный. И лом у него кстати рандомный. По нагибучести он не то чтобы лучше был ХМ первого, но тут есть дымовые гранаты и лучше перезарядка. Ошибкой прокачать на нем Амеров не будет. Главное если совсем новичок, то конечно не лезть на топ из-за донат. А если кому не нравятся вот эти сзади пивные бочонки, то их можно убрать в настройках. А, ну и арта конечно новая. АУФ танкисты. Французский АУФ. Корпус от АМХ 30-го. Башня похожа от ФВХи 40-05. Да, ну и жирная конечно цель получается. Снаряды как видите, вот прям все сзади. И как только по тебе что-то попадает, красивый взрыв обеспечен. Пушка стандартная натовская 155-ка. Та же что и на Тайпе японском. Фугасы и радиофугасы, которые походу на Дэви сломали. Автомат заряжания и КД в 7,5 секунд. Лично я не вижу, чтобы АУФ был сильнее Тайпа. Ну по названию конечно он сильнее, так ну тот же уровень Акации с боевого рейтинга 6,3. За что 7,0 дали, но чисто от балды. БР завышен. Член Таура с автопушкой и на спайках. Птурах типа выстрелил забыл. Для Италии на боевом рейтинге 10,0. Скорость, тепловизор, суо, все дорого-богато. Автопушка справляется в борт с любым ОБТ. Аптур пробивает и в лоб. Причем по вертолетам тоже можно пускать ракеты. В теории конечно норм, но опыт игры на китайском пассасаторе заставляет немного усомниться в таком типе ракет. О, ну и конечно больше Шерманов богу Шерманов. Ну и из-за шведов все это дело получается. Вот вам прем и при этом лучший Шерман с боевого рейтинга 3,7. Сам танк это американский М4А2А с 4,0, но без уязвимости в виде пулеметного гнезда в корпусе и без браунинга. А на десерт, не самый вкусный десерт, очередной занерфленный БМП. Сивишка, но с 30-мм бушмастером и драконьим БРом 9,0. Абсолютно все тебя пробивают и ваншотают в лоб, а ты только в борт на ЦВ-шке пробиваешь, и то с сомнительным успехом. 8,3 БР, какой там 9,0 этим даже и не пахнет. Улитка и дальше, кстати, продолжает рофлить над еврейской веткой. Походу уже 15-й мага, господа, если честно, я уже сбился со счету. Полный кринж. Взяли магаху с ломом без стаба, нацепили вертолетные гидры по бокам, которые не могут попасть по танку, потому что друг друга нахер посылают. И дали всему этому 8,3 БР. 8,3 БР магаху без стаба и с косыми гидрами. Браво! Бомбовый Том Кэт. Новый топовый самолет за Америку. По ЛТХ он немного отличается, все-таки от Ашного он лучше климбит. Да и может полноценно играть в истребитель. 9, Элдом, Воробьи и новые Челениксы, чтобы можно было делать пуски с базы и на перезарядку. Ммм, вкусный геймплей, да? Но не в этом его фишка, прицел с тепловизором против танков и управляемые бомбы. Если панциря не будет, то сможешь поштурмить. Советом дали наконец-то уже давно мелькающий в сливах Су-25Т прокачиваемый и Су-39 донатный на 11,3. Выглядит он как Грач, но уродливее. Летает так же. Самолет дозвуковой и склонен разваливаться на 1000 км в час. Фишка тут в Птурах вихрь с К-50 и К-52, но при этом они стоят на самолете. Стал такой в пологое пикирование и накидываешь с прицела Птуру за Птуром. Или агрессивно через вертикальный разворот в крышу от третьего лица через телеавтомат накидываешь. Штука, конечно, интересная, так и манит чертовка испытать в рандоме. А в чем разница между донатным и прокачиваемым? Да у донатного радар лочит танки и ракеты, летящие тебе в лицо, так что донатный немного да лучше. Французский Мираж 2005F. Вроде как истребитель, а на самом деле он любит убивать танкистов, господа. Норды там, управляемые бомбы и прицел с тепловизором. Если зениток не будет, то танкисты взвоют. А теперь по механикам и новым эффектам. Птуры стали лететь хуже, прям вот жесткий нерв точности. Они, конечно, нас задабривают вот этим эффектом проводка управления Птуром, но на самом деле я что-то не понимаю, зачем было их так нерфить. Новый эффект рикошета трассера. Мне, кстати, старый больше нравился без этого дыма. Звук арты, мне кажется, поменяли, вот как-то по-другому звучит прилет. Ну и на дэве лучше контакты техники, а также самолетов. Даже третьего лица все видно, но я уверен, что до основы Эд все не доживет и будет все так же все плохо видно, когда обново выйдет. А еще механика катапультирования на К-50 и К-52. Выглядит, кстати, не слабо. Штурмовые бомбы я пока не оценил, так и не понимаю, в чем, собственно, смысл, если можно просто на старый поставить задержку конскую. Ну, да ладно, как бы красиво, зато. Новую танковую карту нам не показали. Но вангую, что она та еще помойка, судя по скринам, и поэтому не показали. А, ну, собственно, все, уважаемые танкисты. Ждите видосы по новинкам, а если решили задонатить улитки, то используйте мою ссылку со скидкой и наклейкой в описании к видео. Приходите на стримы и на другие видосы. Все, всем счастья, здоровья, война, пусть будет только War Thunder. Уже на монтаже понял, что забыл сказать про немецкие ракеты на автомат на боевом рейтинге в симметрии. Смотрите, ракет много, но база от ружки оказалась очень медленной. Я внебрачный сын тайской ш...